Приветствую, друзья! Православная Украина с тревогой ожидает приезда Константинопольского патриарха Варфоломея к 30-летию независимости Украины. Как известно, деятельность данного персонажа плотно связана с Украиной. Выдача Томаса Раскольником, фактическое благословение на захват храма в канонической православной церкви и претензии на десятки украинских святынь не может не вызывать мрачных предчувствий. Поэтому давайте детально разберем, откуда взялся Варфоломей, с чего вдруг данный патриарх озаботился делами Украины и причем тут здоровенные уши посольства США в делах православного мира. Интересно, что этот Варфоломей, которого пропаганда изображает как властелина православного мира у себя на родине в Турции, занимает весьма скромное положение. Патриарх Варфоломей в миру Дмитриус Аргандонис родился в 1940 году. В 1961-1963 годах служил офицером в турецкой армии. Мы приведем пару интересных фактов из его биографии, которые представляются весьма значимыми в свете нашего дальнейшего повествования. Варфоломей с 1963 года по 1968 учился в Папском Восточном Институте в Риме, Институте Боссе Швейцарии и Мюнхенском университете. Защитил докторскую диссертацию по теме канонического права, был лектором в Папском Григорианском университете. Заметьте, свои становления в качестве богослова и специалиста по каноническому праву Варфоломей прошел в католических университетах неправославных. Также обратимся к состоянию православия в Турции и истории. С IV века и до падения Константинополя в 1453 году предстоятель православной церкви был патриархом Византийской империи. В Османской империи он занимал пост не только религиозного лидера православных, но и административного главы многочисленного от 1 миллиона 700 тысяч до 2 миллионов и 300 тысяч греков в 1914 году. Тогда население Османской империи. Но после бурных событий Первой мировой и последовавшей за ней Второй греко-турецкой войны, в Турции осталось немногим более 200 тысяч этнических греков. В течение следующих лет их количество только сокращалось. На сегодняшний день в Турции проживает примерно 2-3 тысячи православных греков. В основном это сотрудники Константинопольской патриархии и члены их семей. А в холе резиденции патриарха Мозаикой выложен весьма многозначительный сюжет. Султан Мохаммед II вручает освобожденному из рабства монаху Геннадию Фирман с подтверждением его привилегии как предстоятеля православных греков. 6 января 1454 года. Нынешний лидер Турции, президент Эрдоган, находится в достаточно напряженных отношениях с Варфоломеем, которого подозревают в соучастии в попытке государственного переворота 2016 года. Положение патриарха Варфоломея в Турции настолько шаткое, что он не осмелился даже поздравить греков с двухсотлетием освобождения от османского ига и крайне мягко отреагировал на превращение храма Святой Софии в мечеть. Неудивительно, что в порядке компенсации за весьма униженное положение патриарха в Турции, стамбульские богословы разработали теорию, согласно которой Константинопольский патриарх является главой православного мира. Светский термин «теория» здесь вполне уместен в силу того, что каноны православия предполагают существование равных и независимых друг от друга православных церквей, окормляющих те или иные территории. Согласно же этой теории, именно Константинопольскому патриарху принадлежит исключительное право созывать Вселенские соборы, он является высшей судебной инстанцией при решении спорных вопросов между поместными церквями и их иерархами. Стамбульский резидент имеет исключительное право предоставлять церковную автокефалию, а также он является главой всех православных епархий и приходов в диаспоре, то есть за пределами канонических территорий православных церквей. Заметьте, какая удобная теория для патриарха, возомнившего себя выше других. Как мы видим, Константинопольский патриарх видит себя православным папой. Думается, особенно его привлекает католический принцип Ромалакута Каоса Финита. Рим высказался, вопрос закрыт. Именно в роли православного Ватикана в Арфоломею видится фонар. Небольшой квартал в Стамбуле, где находится его резиденция. Апогеем развития этого учения стала концепция «Первый безравный», сформулированная в 2014 году нынешним главой американской архиепископии Константинопольского патриархата и архиепископом Элпидафором, которого рассматривают потенциальным преемником в Арфоломее. Эта концепция предполагает, что Константинопольский патриарх имеет источник первенства в самом себе, и никто из иерархов не может быть равным, оказывается, ему. Как говорится, картины Репина не ждали, источник первенства оказывается внутри патриарха. Разумеется, все эти теологические изыскания не выходили бы дальше теории фонара, если бы Константинопольский патриарх не участвовал бы в масштабных политических проектах, главный из которых – уния с католической церковью. Напомним, что католическая и православная церкви официально разорвали отношения в 1054 году по причине принципиальных догматических расхождений, а также взглядов на устройство церкви. Тогда же предстоятелями обеих церквей были наложены друг на друга взаимные анафемы, то есть отлучшения от церкви. Чтобы оценить исторический масштаб сегодняшнего сближения фонара и Ватикана, необходимо напомнить, что эти анафемы почти тысячелетней давности были сняты лишь в 1965 году в совместной декларации Папы Римского VI и Патриарха Константинопольского Афиногора. Важно уточнить, патриарх Афиногор в годы патриаршества 1949-1972 был стопроцентным американским ставленником. Его возведение на патриарший престол, согласно рассекреченным документам ЦРУ от 1948 года, проходило под названием «Операция Афиногор», а его выражение преданности США было настолько откровенным, что смущало даже самих американских дипломатов. Из донесения генконсула США в Стамбуле некого Макати в Госдепартамент США «В ходе моего первого официального визита Афиногор большую часть своего времени уделил выражению любви и восхищению в адрес Соединенных Штатов Америки. Он дошел до того, что заявил, что краеугольный камень его деятельности как патриарха – продвижение американских идеалов. Выражение им восхищения США порой было настолько неуместным, что вызывало у меня смущение». Конец цитаты. Поэтому невозможно себе представить, чтобы столь важное решение, как взаимные снятия анафем, было принято Афиногором самостоятельно, без согласования со старшими товарищами из Госдепартамента Соединенных Штатов. При этом реакция абсолютного числа православных богословов и представителей поместных церквей на взаимное снятие анафем папой Павлом VI и патриархом Афиногором была негативной. Самые мягкие оценки заключались в том, что это касается только Ватикана и Фонара, а жесткие – что действия патриарха Афиногора ставят под угрозу единство самой православной церкви. И константинопольский патриархат был вынужден в окружном послании номер 815 указать, что ни в коем случае снятие анафем между нашей православной церквью и римской католической церквью не означает снятие существующей схизмы. Что касается преемников Афиногора, то они четко следовали намеченному им курсу, но были более сдержанными в верноподданических высказываниях в адрес Вашингтона. Здесь важно отметить, что Ватикан давно инициирует так называемый межхристианский диалог в рамках политики объединения не только с православной церковью, но и с другими христианскими конфессиями. Основы такого объединения были сформулированы Вторым Ватиканским собором в 1964 году, и они весьма просты. Другие конфессии должны принять в полном объеме учения католической церкви, ибо, как записано в решениях собора, лишь через католическую церковь Христову, представляющую собой всеобщее орудие спасения, можно получить всю полноту спасительных средств. Иными словами, под термином объединения отцы католической церкви понимают, по сути, присоединение схизматиков к католикам. Разумеется, зная позицию Ватикана, православные церкви никогда не уполномочат константинопольского патриарха на переговоры об унии, но благодаря концепции первой безравных Варфоломей самолично объявил себя лидером православного мира. В ноябре 2006 года Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в Стамбул и посетил торжественную литургию на Фонаре, которую служил патриарх Варфоломей. В своем приветствии глава константинопольского патриархата заявил, что скорбит о том, что две церкви еще не объединены, а в совместной декларации оба религиозных лидера выразили надежду на объединение церквей. «Святой Дух приведет нас к подготовке того великого дня восстановления полного единства, тогда и как пожелает Бог. Тогда мы сможем поистине возрадоваться и возвеселиться». Конец цитаты. Но мы прекрасно понимаем, что даже совместных усилий Ватикана и Фонара недостаточно, чтобы сдвинуть процесс унии. Необходима политическая воля, воля Вашингтона. Олицетворением этой воли стал Джозеф Байден, первый в истории США, католик на посту вице-президента и второй на посту президента США. При этом с самого начала своей политической карьеры гражданин Байден пользовался полной поддержкой греческой общины штатов. А он в ответ активно лоббировал интересы Греции и греков в конфликтах с Турцией и поддерживал Константинопольский патриархат. Джо Байден гордится своим прозвищем Байденопулус. Оно использовалось даже в его президентской кампании в борьбе за голоса греческой общины. Тесные контакты Джо Байдена с Константинопольским патриархом Варфоломеем установились еще в бытности его сенатором и продолжались многие годы. Так, в 2009 году Константинопольский патриарх совершил визит в США на Международную экологическую конференцию, во время которой он встретился в Белом доме с президентом Бараком Обамой и висепрезидентом Джо Байденом. В честь главы Фонара в Белом доме даже дали официальный обед. В статусе вице-президента США Джо Байден единственный из политиков США такого ранга дважды посетил Фонар в 2011 и в 2014 году. В то же время Байден курировал отношения с Украиной в администрации Барака Обамы и был одним из ключевых внешних игроков во время событий зимы 2013-2014 года. Джо Байден посчал Украину пять раз – в марте, июне, ноябре 2014 года, декабре 2015 и в январе 2017. С Байденом согласовывались как назначения на все значимые посты в украинской власти, так и основные вопросы внутренней и внешней политики. Степень влияния Джо Байдена на внутреннюю политику Украины можно оценить по записям его телефонных разговоров с президентом Петром Порошенко. Эти два обстоятельства, тесные связи Джо Байдена с Фонаром и его значительное влияние в Украине позволяют предположить, что проект создания автокефальной церкви в Украине был задуман еще во времена его вице-президентства, хотя и реализовывался уже при администрации следующего американского президента Дональда Трампа. В этом вопросе сложился так называемый двухпартийный консенсус, когда и республиканская и демократическая партия США поддерживали создание в Украине религиозной структуры, не просто независимой от Русской Православной Церкви, а и враждебной ей. Непосредственная реализация проекта по созданию этой структуры, получившей впоследствии название Православная Церковь Украины ПЦУ, началась с визита на фонар тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в апреле 2018 года, после которого им было заявлено о принципиальном решении Константинопольского Патриарха создать в Украине из всех существующих конфессий единую поместную церковь и даровать ей автокефалию. Проект ПЦУ стал возможным по причине совпадения интересов трех его участников – администрации США, украинской власти в лице Петра Порошенко и Константинопольского Патриархата. Администрация США видела в этом проекте инструмент борьбы с Россией, способ возвести еще одну разделительную линию между Россией и Украиной, между русским и украинским народом. Петр Порошенко и его политическая сила пытались использовать получение автокефалии в предвыборной президентской кампании 2019 года, а фонар получал возможность реализовать на практике концепцию «Первый без равных» и в случае успеха создать прецедент, при котором все поместные православные церкви будут вынуждены признать решение Константинопольского Патриарха и Патриарха Варфоломея действительным лидером, обладающим исключительными полномочиями в православном мире, своего рода православным Папой. В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко и Патриарх Варфоломея достигли принципиальной договоренности об этом. В октябре 2018 года Синод Константинопольского Патриархата принял решение признать членов раскольнических конфессий в Украине Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви УАЦП воссоединенными с православием, а также отменить передачу Киевской Метрополии в юрисдикцию Русской Церкви от 1686 года и предоставить автокефалию некой Церкви Украины. В ноябре 2018 года Собор Епископов Канонической Украинской Православной Церкви принял решение отказаться от участия в создании единой религиозной структуры вместе с раскольниками из УПЦКП и УАПЦ. 15 декабря 2018 года состоялся так называемый Объединительный Собор УПЦКП и УАПЦ. Также участвовали в два бывших архиереи УПЦ, на котором была создана ПЦУ и избран ее глава Эпифаний Думенко. 6 января 2019 года Патриарх Варфоломеи вручил Эпифанию Думенко Тумас об автокефалии, весьма ограниченной кстати. После этого началось два параллельных процесса. Внутри Украины местные власти и члены националистических группировок стали насильственным образом переводить общины УПЦКП в церковь ПЦУ новосозданную, а международном уровне представители Фонара и сотрудники Госдепартамента США начали переговорную работу с поместными православными церквями с целью заставить их признать ПЦУ в качестве законной церкви. На сегодняшний день ПЦУ признали Александрийская, Элладская и Кипрская церкви, заметьте, все Эллинские. Однако у них самих многие авторитетные иерархи отказались поддержать это признание. По словам одного из самых авторитетных иерархов сербской православной церкви, Бачского Иринея, признание ПЦУ стало результатом бульдозерной так называемой дипломатии представителей Госдепартамента США, в чем 3 января 2021 года открытым текстом признал бывший госсекретарь Майк Помпео в своем твиттер-аккаунте. «Я позаботился о том, чтобы США поддержали международное признание православной церкви Украины, поддержали митрополита и помогли избежать ей российского влияния». Ключевой фигурой, курировавшей весь этот процесс, являлся представитель Госдепартамента США по вопросам международной религиозной свободы Семюэль Браунбек, католик по вероисповеданию, республиканец по партийной принадлежности, бывший сенатор и бывший губернатор штата Канзас. Если рассмотреть вихи создания ПЦУ более детально, можно увидеть, что все значимые события так или иначе связаны с переговорами гражданина Браунбека и других американских дипломатов с заинтересованными лицами. Предметно, тема с предоставлением автокефалии со стороны Константинопольского патриархата начала раскручиваться с 9 апреля 2018 года, когда тогдашний президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с патриархом Варфоломеем, а уже 14 апреля 2018 года с визитом на Фонар прибыл сам Браунбек. Именно после этого визита начинается активная дипломатическая работа по созданию ПЦУ и ее признанию в православном мире. С 6 по 9 мая 2018 года Браунбек осуществил целое турне по православным странам. Греция, Болгария, Румыния, Молдавия. Целью визитов, по его собственным словам, было установление отношений между США и православным миром. Кроме того, 29 мая 2018 года посол США в Греции Джеффри Пайет, который посол США в Украине в 2013-2016 годах, встречается с представителем Элладской православной церкви, архиепископом Иеронимом. Также он посещает Святую гору Афону, где обсуждает важные вопросы православия во всем мире с руководством основных монастырей. После этого гражданин Браунбек посетил Афон, где встретился с иностоятелем Афонских монастырей и гражданским губернатором Афона Костасом Димцосом. После столь мощной американской дипломатической подготовки очередь хода была предоставлена Фонару, где с 1 по 3 сентября 2018 года прошел архиерийский собор Константинопольского патриархата, по итогам которого патриарх Варфоломей заявил о том, что он оказывается имеет исключительные права на решение проблем православного мира. И уже с 11 сентября 2018 года Самуэль Брэндбек посетил Киев, где встретился с Петром Порошенко. Сообщение официального Киева гласило, посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую украинскую автокефальную православную церковь. Далее в октябре 2018 года последовала легализация украинских расхвольнических деноминаций со стороны Фонара и заявление о том, что вся Украина отныне является канонической территорией Константинопольского патриархата. 3 ноября 2018 года Петр Порошенко снова посетил Фонар, где, выходя далеко за рамки своих президентских полномочий, подписал с патриархом Варфоломеем договор, согласно которому Константинопольский патриархат обязался содействовать становлению автокефальной поместной православной церкви в Украине, а Киев, в свою очередь, способствовать функционированию миссии Ставропегии Вселенского Патриархата в Украине, причем путем передачи зданий и помещений других объектов собственности, необходимых для функционирования миссии Ставропегии Вселенского Патриархата в Украине. О том, что это должны быть за здания и помещения, проговорился тогдашний спикер Верховной Рады некто Андрей Порубий. Он заявил, у Вселенской Патриархии в разное время, оказывается, по подсчетам историков, которые никому не известны, было до 20 различных Ставропегий на своей канонической территории Украины-Руси. Новый термин тоже, который придуман Порубий. Самые известные среди них Успенская Киева-Печерская Лавра, Успенское Братство во Львове, Межигорский Преображенский Монастырь, Киевское Богоявленское Братство, Манярский Монастырь. «Мы восстанавливаем историческую справедливость и возвращаем Ставропегию Церкви Матери, Вселенской Патриархии в Киеве», – заявил Порубий. Пока что из этого всего обещанного фонар получил только Андреевскую Церковь в Киеве. Судьбу остальных святынь у Варфоломея планируют обсудить, видимо, в Киеве во время своего визита. Верующие Украинской Православной Церкви вполне справедливо опасаются, что по результатам встречи Варфоломея с Зеленским, украинская власть, как и в 2018-19 годах, даст отмашку на захваты радикалами храмов УПЦ и передачу их ПЦУ. Именно поэтому и клирики, и миряне УПЦ обращались к Варфоломею с призывом не приезжать в Украину. Но Варфоломея решил приехать, чтобы углубить раскол в православие и приблизить унию, ну и чтобы поинтересоваться судьбой обещанного Петром Порошенко украинского имущества. Выводы делайте сами. До скорого.